Привет, друзья! Меня зовут Роман Душкин и я очень рад, что вам понравился мой новый видеоформат шпаргал, который мы будем готовить. Так что давайте продолжим и сегодня у нас тема нашего вопроса. Тема нашего вопроса очень интересная. Как соотносятся друг с другом искусственный интеллект, машинное обучение и искусственные нейронные сети? Действительно, друзья мои, очень часто можно слышать, и я даже часто встречаю в среде разработчиков такое мнение, что искусственный интеллект это нейронные сети. Нейронные сети это единственная технология искусственного интеллекта, которая в принципе у нас может существовать. Это в корне неверное суждение, это просто заблуждение, один из мифов, которые каким-то образом укоренились в массовом сознании. Искусственные нейронные сети действительно являются технологией искусственного интеллекта, но искусственный интеллект это не только нейронные сети. Как я говорил в прошлый раз, и ссылка на мое предыдущее видео будет в описании, а искусственный интеллект искусственный интеллект это сумма технологий, сумма технологий для решения когнитивных задач. Когнитивные задачи. Мы еще как-нибудь поговорим про те задачи, которые решают технологии искусственного интеллекта, системы искусственного интеллекта, но в основном можно говорить так, что вот когнитивные задачи, то есть то, что относится к человеческой когниции, восприятию, мышлению, разуму, вот именно такие задачи решаются методами искусственного интеллекта. И очень большой частью искусственного интеллекта, очень большой частью, является машинное обучение. Машинное обучение это набор технологий, которые позволяют создавать так называемые software 2.0. Как это называется? Программное обеспечение 2.0. Почему так говорят? Потому что программисты не программируют машины, систему машинного обучения в виде кода. То есть вот если у нас есть исходный код в виде каких-то листингов на каком-то языке программируют, то вот программисты при разработке систем машинного обучения, их не программируют. Им дается огромное количество примеров. Примеры типа вход, реакция. Это чисто функциональный подход, когда у нас есть некая функция, у нее есть вход, у нее есть выход. Вход и выход. И вот огромное количество таких примеров мы запускаем в систему машинного обучения, и она каким-то образом там, в зависимости от своих внутренних внутренностей, строит некое программное обеспечение, фактически которое аппроксимирует вот эту функцию. И в принципе можно добиться такого, что она аппроксимирует ее очень хорошо. И в составе машинного обучения огромное количество методов, огромное количество методов, прям вот сделаю другим цветом более насыщенным, составляют искусственные нейронные сети. Таким образом получается очень простая штука, что искусственные нейронные сети это метод машинного обучения, который в свою очередь является технологией искусственного интеллекта. То есть искусственные нейронные сети это машинное обучение и машинное обучение это искусственный интеллект. Соответственно искусственные нейронные сети это искусственный интеллект. Но не наоборот. Кроме машинного обучения в составе искусственного интеллекта есть системы, основные на знаниях, экспертные системы, системы поддержки принятия решений, динамические интеллектуальной системы и так далее. Есть генетические алгоритмы, есть так называемые методы мокрого искусственного интеллекта. Но об этом всем мы поговорим в следующий раз. Спасибо вам за внимание. Задавайте ваши вопросы, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Дальше больше. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!